Привет друзья, меня зовут Илья, рядом со мной Дэн и наш дорогущий гость из Москвы Константин Комаров, директор компании Звезда по настольным играм И прямо сейчас в серии видео мы сыграем в новинки от компании Звезда Это естественно агенты щит и меч российская разработка И новая версия потрясающей абстрактной игры Azul Glass of Sintra Синтры, витражи, витражи, в русском издании будет называться витражи синтры Вот это инсайдерская информация Друзья, больше инсайдерской информации в форме большого интервью с Константином Вы можете посмотреть по ссылке в описании Итак, друзья, мы начинаем летсплей на канале All My Games Друзья, мы вот здесь в окошке, посмотрите наверх Сейчас мы сыграем в новый Azul Stained Glass of Sintra Давай, погнали, друг Кристиан, рассказывай, в чем отличается, что есть И, кстати, я еще должен, извини, сказать сначала, что мы попытались уместить на этот экран все, что могли Кроме вот этой штуки И вот этой Это сброс жетонов То есть, если раньше в Azul мы сбрасывали в коробку То теперь мы... Сбрасываем сюда Да И вот такой вот мешок со всеми этими Я тогда начну рассказывать для людей, как знакомых с Azul, правильно? А не как абсолютно новые игры Да, друзья, если вы не знакомы с Azul Не смотрите Познакомьтесь где-нибудь Есть очень-очень много видео, рассказывающих об игре И я хотел бы, на самом деле, сейчас рассказать про второй Azul О том, что он... Не то чтобы второй Azul, а то, что это другая игра Давай Начнем с того, что у нас у игроков случайным образом составляются поля То есть, наши паттерны, они разные И полосочки разные Также у нас общий подсчет очков И если в базовом Azul у каждого был свой собственный подвальчик для очков минуса То здесь они накапливаются в течение всей игры И ты все время спускаешься вниз И если ты вдруг достигна, то ты получаешь самый большой минус Откатываешься на первую ступень и начинаешь заново спускаться Что еще самое важное? Есть в игре здесь фиксировано количество раундов Если в первом Azul можно было играть и пять, и шесть при длинной игре И мне даже были партии, когда мы сыграли семь Когда не было явно лидера и некому было заканчивать Мы протянули до седьмой партии То здесь четко шесть раундов И в чем их отличие? Мы делаем вот так вот И, грубо говоря, вот в порядке, в котором они выпали Расставляем вот эти фишки Это бонусный цвет на раунд То есть собрав этот цвет, игрок будет получать по одному дополнительному очку Если это этот раунд, за этот цвет За то количество фишек, которые он, соответственно, собрал И одну случайным образом достаем Дальше все как в базовом Azul Мы берем по четыре штуки Да, и распределяем их на фабрики Давай, я помогу Да, давай Основное сходство с первым Azul Это то, что действительно каждый раунд свой ход Игрок, когда может взять фишки только одного цвета А оставшиеся скидывает в центр В чем дело? Ты теперь выкладываешь на линию Вот у себя смотришь От того места, где стоит человечек твой Вот этот И на все, что справа Так вот, если, к примеру, я хочу выложить вот сюда То я перемещаю сюда этого человечка Кладу, к примеру, две желтеньких Ну, допустим, я первый играл Допустим, мы же не на корову играем, да? Не знаю, не знаю Я поставил сюда человечка и поместил сюда В чем дело? Все линии, которые остались за человечком Для меня заблокированы И теперь Опа-на, да? Вот этот ход И теперь Свой ход Я, чтобы передвинуть его на первую позицию Я сам решаю Я могу потратить ход, чтобы поставить его сюда Я могу потихонечку вот здесь заполнять, заполнять Идти, идти, идти Потом, когда дойду до конца Потратить ход Но я могу не брать и переместить человечка в начало И тогда я снова открываю себе весь паттер А, в начало? Да Как начисляются очки? Смотрите, когда мы закончили вот этот витраж Мы берем одно стеклышко И тут есть две стороны Я вторую пока показать не буду А вот первую покажу Тут внизу нарисованы очки Так вот, мы получаем очки За тот витраж, который собрали Вот давай на планшете Дэна покажем Да? Например, Дэн собрал пять белых Так Красавчик Он берет одну Так Ставит ее сюда На верхнюю Остальное кидает, сброс Так Берет этот планшет Так Переворачивает на другую сторону Когда соберет вторую сторону, кладет вниз? Когда он соберет вторую сторону, он положит еще вниз Да Когда соберет вторую сторону, он ее выкинет И она уже больше не будет считаться И он получает очки Вот он собрал три Значит, получает три И если бы тут было что-то собрано, к примеру Вот так И вот так Да? То он бы получал три Плюс два Плюс один Итого шесть И если бы, к примеру, он собрал Если бы сейчас был бы второй раунд И белые были бы бонусы Он бы еще пять очков за то, что он пять белых собрал В чем еще есть? У стороны А Вот таким вот значком обозначен четверной такой витраж В конце игры За одно Или ни одного стеклышка Вот в этом блоке Ты получишь ноль очков За два Ты получишь три очка За три Ты получишь шесть очков И если будут все четыре закрыты Ты получишь десять бонусов Как ты это запомнил? Мне, кстати, кажется Что вот сравнивали с этой С Саградой Мне кажется, они нафиг вообще разные Да, на самом деле Тематика одна только Ну да, да, да То есть понятно, что когда люди видели такие Говорят А, это Саграда Зул там стырил идея Ну, давайте я буду первым игроком Давай, пожалуйста Да, 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 да Я кладу жетон Беру первый пик Оранжер Перемещаю чувачка сюда Можно из центра брать, да? Ну, как всегда Да, да, да Но со штрафом И за штраф ты сразу пройдешь вниз В ад В гиену огненную К минус восемнадцать очков Класс, то мне нравится Зак Ну, конечно А, я должен человека перемещать? Да, да, да Если ты хочешь этот ряд заполнять Давай, я тоже перемещаю человека Беру Цвай оранжер уэй Ну, допустим Ну, стекляшки, кстати, ребята Давай я продемонстрирую Пока ты ходи Ребята, зацените красоту Получают три очка Потому что справа отсюда ничего нет И переворачиваю вот эту линию Да, или я три очка Да чем ты заполнил-то? Ты врешься Да я читер Слушай, не играйте с читерами На читерском поле Нет, ну подожди Ну, 92 было гораздо лучше Ну, что ты мне тут рисуешь? Давайте Дэн сходил, да? Ну Видимо, мне придется Штрафануться вообще по-жесткому То есть я заполнил Я их сейчас вот три выкладываю Заполнил И какой я снимаю? Только верхний? Нет, какой хочешь Тут еще можно думать о том, какой цвет подрезать игрокам И какой выводить из игры Блин, да ты гонишь что ли? Нет Это же офигеть Как я могу настолько наперед думать? Я вообще офигел Легко, вообще непринужденно Да нет, на самом деле Ну как это понять? Он поглубже Как лучше-то? Ну, посмотри, какой цвет вышел Оранжевый В каком раунде? В четвертом раунде, да? Там, пипец Собрал синий Правильно? Да Брос! Нормально, я решился Все, молодец Получаешь Ха-ха-ха Три очка Да И бой А я вот думал, как мне продолжить Потому что белых-то у меня нет Вот мне не очень завезло Они в конце раунда сбрасываются Накопленные уже Нет, они остаются Они остаются И самое интересное Даже человечек остается На той же самой позиции Где остался Поэтому есть тактическая возможность Пропустить ход Обнулиться на первую линию Короче, встать Если выгодно Что-то я не понимаю Мне сейчас выгодно Начать белые собирать Или вот эту хрень Если красный закончишь Получишь пять бонусных очков Пять это даже больше Чем любой Любая цифра Здесь Имеющихся Да Зумно в принципе Давай я так сделаю Да, вот и собрал Получаешь пять за бонусы И три Итого восемь Восемь очков? Да как так-то? Ну так-то играть надо уметь Да я не понял просто Как очки начисляются Ладно, фиг с ними Расскажешь Так, ну то есть Я сейчас белые не успею заполнить Но мне все равно есть смысл их Ну да, следующий раунд Например белый Почему бы нет? Я сходил Я тоже Раунд закончился Мы снимаем индикатор раунда Человечка у нас остается А куда он отправляется Индикатор раунда? Вброс Интересно Да И выкладываем новые фишки Ооо А если допустим Вот смотри У меня одна осталась Вот смотри Остальные пойдут Под Как базовой базовой Мазули в штраф Да И ты начнешь Бить стекло Забить стекло Тебе сделала Та-та-та Говорят Темно-грязные фишки На самом деле Они очень приятные Ребята на вид Простите мою камеру Если она не может Этого передать Просто В обычном Мазуле Фишки Они были Непрозрачные А здесь полупрозрачные Здесь они да Полупрозрачные Тут видите Просто Ну кстати Ты их реально Блин тут видишь Еще раз Светом посветить Ну да Тут их надо Хорошо подсветить А на этом На стриме Ну Это достаточно сложно Сделать Ну вот так вот Они на самом деле Очень красивые Я хожу Да Сдаешь жетон Первого игрока В центр Вы гоните Так Надо Надо И Да Идиотизм Да Плохой ход Ну ты темп теряешь Просто Я пока не очень Поднимаю Просто Я в чем темп Нет подожди Сейчас Второй раунд Это раунд Белой фишки Получаешь Пять победных Очков И еще Плюс 3 Итого Плюс 8 8 плюс 3 Поняли 12 Молодец Ну не надо Мне туда Да Давайте Спрашивают Где штрафы Штрафы отмечаются Вот здесь На общем планшете Сейчас покажу Вот видите Там где Отрицательные числа Там Минус 1 Минус 2 Это вот Общие штрафы То есть Когда берете Первого игрока Вы все Сдвигаете здесь А Подвал Только сверху Не сможет Нет Почему Нет Ты можешь Ладно Ладно Сюда Пойдем У меня Опять Не даете Зарабатывать У тебя Больше Чехочков А Я Знаешь Что Подумал Я Что Так И схожу Ход Минус 1 Ты тратишь Ну Я не знаю Правильно Или нет Сейчас Финальный счет Покажет Но ты Тратишь Слишком Много Перемещаешь Вот Видишь Тут Есть Хотя Нет Я не Перемещаюсь Я же Думал Все Это Неправильный Будет Ход Потому Что Мне туда Лишнее Точно Засунут Ну Короче Ладно Буду Инвестировать В будущие Ходы Я Почему То Играю Как По Принципу Золо Типа Лучше Заполнить Или Это Неправильно Ну Здесь Не Всегда Это Работает Так Скажем Давай Я Не Могу Тебе Точно Сказать Потому Что Я Сыграл Не Больше Пяти Партий В Эту Игру Пока Сам Ничего Не Понимаешь Нет Я Понимаю Но Не Могу Сказать Что Есть 100% Верные Стратегии Что Бывает Срабатывает Вот Смотри Ты Сейчас Заполнил У тебя Что Было Белых Там Не Было Были Нет Желтые Это Не Бонусы Значит Ты Получаешь Два Я Заполнил Этот Ряд Ставлю Сюда Получаю Одну Очку Это Дело Уходит Сброс И я Переворачиваю Витраж Сколько Этот Азул Будет Стоить Столько Же Больше Столько Же Я Же Да Дэн Ну Кстати Ты Мне Вообще А А У Му Так Одно Очко Косте Забыли Дать Да Одно Очко За То Что Этот Все Раунд Да Раунд Раунд Да Все 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 Понимают Что Делать Ну Это Же Азул Не Я Про Раунд А Про Раунд Ну Ты Первый Любитель Штрафов Давай Сдавай Жетон И Бери Первый Пик Твой Мы Забыли Что У нас Сейчас Желтый Раунд Да Вот Тут Надо Посмотреть На Планшет Кто На Какой Позиции На Ходится Я Не Понимаю Вообще Ничего Собрал Короче Одно Очко Да Да Как Лох Внезап Что Серег На Сучок Шесть Да Так И Переворачивают надо желтый да не знаю решай сюда блин опять штраф елки-палки да да и смотрите теперь за шаг уже минус 2 заплатил молодец думаешь все правильно да я закончил смотрите я закончил вторую сейчас у нас желтый поэтому всего одно очко мне прибавь и вот это планшетики я укида все больше не играет у меня очень простой ход блин он был здесь здесь не поверишь пока да вот и сейчас все начислишь два и опять ходишь и я при этом это все равно выход да и несмотря на то что все равно стоял в конце да да нет ему конечно ли не продолжать заполнять но как бы выгодно я понял что это стоит да да сложно спрашивают для чего нужны человечки вот эти которые тут стоят они человечки показывают куда вы выкладываете вашу человечность куда вы выкладываете выбранные стекляшки при этом если вы переместились вперед то вы сможете выкладывать только как бы в следующие витражи а вот это является вашим ходом я получаю один за тоже закрыл это и один еще за то что это справа короче но к сожалению не бонусные того плюс 2 а и короче плюс с ним совсем давай ты смотри ладно да мы сейчас что-то не получают ничего не получаем да нет ничего не получаем убираем сюда следующий раунд оранжевый игре спрашивает когда замешивается сброс в мешок вот в раз когда нам не хватает фишек чтобы выложить на вот эти плитки мы берем все что накопилось вот в этой вазочке и высыпаем снова в мешок там перемешиваем оранжевый раунд смотри как она елки-палки тут-то конечно конечно айхов и квешен а но сейчас пока нет я его кладу я как бы выложил три такой сюда вот это все сбрасываю сюда естественно оранжевый получают два плюс пять за то что 3 3 оранжевые штучки у тебя раз два три оранжевых значит три бонуса составит то есть каждая дает еще да тут вот это обозначение что одно очко неплохо и плюс еще за это же и плюс смотри ты куда выложил сюда да вот смотри три так ты закрыл эту два это пять да теперь все кто справа еще два а то есть неважно какого-то справа нет и еще 10 ахаха вот оно чё них чего себе там есть другая сторона планшета там важно количество цвета здесь сторона а и сторона б есть мы играем на той которая собирает вот здесь витражики есть другая часть то есть без разницы какой цвет сюда класть полки сюда да я это думал что если я сюда положу раньше значит я только за следующую оранжевую тут вообще просто за любые какие есть еще и поэтому очко наконец-то я понял все сейчас выиграю так мой ход так а я беру две белых но только подумать откуда какой-то муран таранжевый одно очко у меня будет закраса да одно да и одно внутри разыграл взял фиолетовые а если у меня сейчас окажутся камушки во втором то они сами за себя считают нет считается просто наличие камушков ты не в любом на колонне в любом колонне кто ходит я хожу константин до директор компании звезда по настольным играм сегодня у нас в гостях приехал игры показывает забирай да блин у меня там такой минус жёсткий уже виду вала успеть это это много да смотри там в азуле базовом можно было минус восемь каждый ход отхватывать там минус шесть да не учешай меня давай вообще бери минус пять бери 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 стойте засранки я кому то сделаю хорошо да а какие там еще были нет и все какие у тебя планы ты ж правила знаешь ты взял фигуру ходи а так не надо мне не шахматы подожди нет а за ляхматы это супер ход взять одно оранжевое вместо четырех белых да еще и со штрафом ну блин какая игра до 5 белых зато нифига нормально так три нифига я уже соображаю молодец до соображаем включен переворачивает . одеющим блин такие желтые мог собирать спасибо ребята за подсказку у нас там подсказывают в чате у меня слишком много остается где под я хожу да да класс супер офигенно ну давай чё нормально ты все запорол а ладно не на пару тогда вот так сделаю а вот эти чё сюда уходят давайте по-братски давай делить бери жульта блин желтыми тюльпаны такте желтый нужно фиолетовый ты жёшь фиолетовый улья но из этих до фиолетовый где у фиолетовый видеть ну вот одну зачем зачем он тебе да я согласен с дэном а господи да пожалуйста ну ты да нормальная игра давай все закончить оранжевый раунд закончился все игра подходит к концу тогда а как тут набрать извините меня 95 очков по тренировать потренироваться и набрать играть нормально да они как я дэм первый теперь синий же раунд да да 5789 было 22 плюс 9 это 31 константин ну возьми уж что-нибудь а че я здесь стою что я смотри где стою лошара чашара микан тараж зачем ты выгружаешь трясениях а чё тебе спрашивают как игра вдвоем да так же приятненько играется как и обычный лозу масштабируется без проблем тут же основной движок на открытом рынке как бы этот драфт свободен я вот подумал что это был совершенно беспонтовый ход без понятий дальше пора и мне взять штраф смотрю я на все это и думаю а нафиг оно мне надо да но надо успевать я думаю и так получается одно плюс два это три или пять этого на получается три бонус четыре сюда и того 7 10 11 12 это 28 ой что вас допрыгну что если сейчас желтый заберу у меня получается да 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 ну видимо надо пробовать давай я тебя подвинул подвинули ну в принципе я сразу это все сброшу одну синюю я собрал вот одну очку да 5 5 8 11 11 13 14 15 15 15 очков за счеток 6 за все хорошее вот я и проиграл зря не надо было проиграть да да проиграл будет еще один раунд не переживай да вот эти вот это любые причем разноцветные но любого цвета кости твой ход да я знаю бери фиолетовый нормально спасибо ребят я получаю 24 мне фил с канала твой игровой говорит переворачивать стол или да фиг разберешь подстава подстава да я тебя поймал то есть надо было все-таки с них начинать да и так все мы а то есть он и это его сейчас единственный ход он не может больше никак пасовать обязана брать да потому что он так что из для меня это тоже плохо перед читать ну ладно ну задам так я последний раунд у нас друзья вот мы реально играли полчаса вот 50 человек на будущее называется работает с первых танки то раундов что это делал нет ты читер рандом алё я видел как ты себе взял ты суток не надо что-то зажал синий вылетела белая короче еще две давай вот не будем сейчас еще на это гнать ладно я шучу естественно я возьму я закрываю вот это это 1 плюс 3 бонусных 4 плюс это 5 всего 5 да все опять я делаю жигельми надо тогда ты делать жигельми 3 5 6 7 про 53 она типа сходил такой куда-то закрыл сейчас уже вообще любой сброс 3 3 5 7 8 10 10 и все 7 7 ну видимо пора перемещаться на старт ребята если вы вот эту и задаваете первую костяшку стекляшку переворот вот тут обозначен вот переворот а есть просто вторая костяшка это сброс давай вот это заберем сразу три мне обломал одним своим ходом ну прости нормально еще есть это я кладу сюда получается я заработал одно 2 3 очка да вот этой нету уже кстати короче 5 меня сдвигаем на одну за штраф я кладу сюда и сколько ты заработал 3 5 7 9 2 очка 5 очков 8 очков 10 очков или 12 очков но офигеть но назад смысл все смысл потянуть время чтобы штраф не схватить оу илюха подфартила короче я 5 оранжевых взял они у меня сразу заполняют вот эту длинную штуку вот здесь вот и я получаю здесь вторую костяшку вот эту и 3 6 плюс 4 10 11 12 плюс 2 14 и все мне я делал вот так и твой ход да сейчас мы вычитаем минус кто где остался короче то есть я так это мы снимаем ставим сюда что это посчитали дальше витражи все просто берем ну вот начинаем с тебя у тебя 3 в первом 6 во втором 1 это 0 опять 3 это 6 и здесь 1 это 0 и того плюс 12 ну наверное короче кто выиграл так 72 правильно илюха считаем 2 это 3 очка 3 это 6 9 еще 6 15 и еще 2 18 дэн привет какой тайбрейкер за последний месяц а этот там есть тайбрейкер так у меня забери 10 0 здесь 2 это 3 и здесь 6 19 и того 51 да да теперь ну теперь какой тайбрейкер тайбрейкер сейчас помню ой друзья да мы застряли да не 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 там может простой мы застряли с дэном на 72 очках кость 70 очков сейчас будем выяснять кто выиграл кейсер стаде плаис хуха злос фирпой святой брюкинглэс трек винс у кого было меньше на штрафе у кого было меньше штрафных то есть их надо было снимать у дэна было минус 5 у меня минус 4 да все поздравляю все второе это ты представляешь я уже много раз говорил что выиграть дэна для меня это нет это я тебе илья конечно последний ход подарю да ты я согласен более 5 оранжевых он собрал сколько ты 12 очков лишних собрал плюс 17 я за это собрал 18 18 плюс закончил еще плюс 3 это он 24 очка мы просто 23 очка на халяву и мы отдали не слышно халяву нет на самом деле Мы просто все устали И не прочитали Чужой планшет, а так вообще По идее, я должен был жестко подрез Но начались эти отговорки Друзья, сейчас мы поделимся нашими впечатлениями О новом варианте игры Озул, пока тут ребята Все сложили Ну, давай, Дэн Ну, абстракт это, в принципе, немножко не мое Но вот это мне понравилось больше Озул Обычного Озула, в смысле Из-за того, что поглубже Или потому, что вариативно А просто на эмоции Озул мне тоже умеренно понравился Для абстрактной игры Это хорошая игра Но кто-то мне понравилось больше Так что, если думаете, какой Озул взять Берите эту А лучше оба Теперь и ты продажный блогер Что, теперь и тебе ручки придется Скоро будем, Дэн, давай, Дэн, скоро будем составлять эти с тобой, знаешь Топы для издательств Там, типа, топ-10 игр Звезды, там Вот это все Ребят, я вам с удовольствием оставил Озул бы, да, но, к сожалению, мне с ним еще работать Мы с ним еще работать Я даже вырубку, которую я у тебя выложил Сейчас заберу Я даже пойду открывать не буду Ой, мама, как у меня Дорогие друзья, закончился наш большой стрим С директором компании «Звезда» по настольным играм Константином Комаровым Который нам рассказал очень много интересного Про то, что творится у них в компании Какие проекты нас ждут Это было, ну, невероятно информативно Мы сыграли в две новинки Это агенты «Щит и меч» Если вы смотрели это в большом стриме То переходите по ссылкам в описании Чтобы посмотреть летсплеи Если вы смотрели летсплеи Переходите по ссылкам в описании Чтобы посмотреть интервью Большое спасибо вам за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Делитесь с друзьями Поддерживайте производителей Которые производят Отечественные игры И отличные зарубежные игры Поверьте, они в этом действительно нуждаются Нуждаются в вашей поддержке Не только материальной, я хочу сказать Но и моральной Что еще сказать? Я хотел бы сказать, на самом деле Большое спасибо, Илья Большое спасибо, Денис Мне очень понравилось Да, это было долго С одной стороны, утомительно Мы тебе вообще изматали до чиха Я надеюсь, друзья, понравилось и вам Мне нравятся такие живые форматы общения Когда вы можете задать мне вопрос Находясь у себя дома На работе кто И не тратя колоссальных усилий Чтобы достучаться До директора До звезды по настолочкам На самом деле Это очень интересный Позитивный формат Мне нравится, что мы поиграли в новые игры Показали их вам Те, кто осилил Let's Play Те, кто не осилил Ждем потом по ссылочкам в описании Я надеюсь, я из всех сделаю блогер Вам всем понравилось И если бы это действительно положить им отклик Почему бы и нет Я буду приезжать в Екатеринбург Специально для стрима Давай Дэн, ну а что скажешь Хорошо, хорошо Мнение эксперта Вот эту игру Я пока не распробовал Ничего про нее говорить не буду Надо еще поиграть Вот это Я как бы абстракты не люблю Но для абстракта Вот это мне понравилась игра Я может даже себе бы взял А, и стрим, конечно Что я там говорил С интересным человеком Приятно пообщаться Познакомиться Посидеть рядом Отлично Прикоснуться, так сказать К изнанке Индустрии Большое вам спасибо До новых встреч Давайте пятюню Круговую Оооо И туда в экранчик Бам Субтитры сделал DimaTorzok